На протяжении целого месяца, когда я проповедовал по средам, я имел это огромное желание, друзья, нам всем помочь еще раз увидеть, насколько важно в нашей душе укрепляться в благодати. Я думаю, что это родилось из того текста, который я часто повторял, особенно месяц-два назад, я повторял о том, насколько было большим для меня вопросом, когда я читал второе послание Тимофею, и там апостол Павел призывает Тимофея, «Сын мой, укрепляйся благодатью». И после того, когда он укреплен благодатью, после того он может и других научать, и может другим помогать и так далее. Речь идет не только о служителях, речь идет о христианской жизни. Христианская жизнь без благодати невозможна. И она невозможна не только в начале. Без благодати христианин не может жить, благодать для него как воздух. Но вопрос, который меня волновал, я хотел найти в этом же тексте, или рядом, как это обычно бывает, рядом где-то узнать, каким образом Тимофей должен укрепляться в благодати. Есть только два предположения, или первое из них – это то, что Тимофей знал об этом, потому что он с Павлом провел очень много времени, и Павлу не нужно было объяснять это, но нас это оставляет в неизвестности, каким же образом Тимофей укреплялся в благодати. Когда мы читаем все послание Тимофею, мы можем встретить несколько раз об этом апостол Павел намекает сначала, а затем очень ясно и конкретно говорит. Текст, который мы все знаем, помогает нам ответить на вопрос, как укрепляться в благодати. По крайней мере, дает нам очень большой намек. Когда мы читаем текст, все Писание Богодухновенно и полезно, и помните, четыре там вещи стоит для научения, для исправления, вернее, для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности, для меня тогда, я помню, был очень важный момент – понять, каким образом, о какой праведности идет речь. И первое, на что обычно я ссылался, это праведность, моя практическая праведность. И об этом апостол Павел говорит в следующем стихе. Да будет приготовлен человек ко всякому доброму делу. Это праведность, которую Бог проявляет через нас, в нас, через нас, в наших добрых делах. Но когда он говорит для наставления в праведности, он говорит именно о праведности Христовой. И вот здесь, я думаю, ключ, который мы часто теряем, или ступеньку, которую мы быстро перепрыгиваем. Когда апостол Павел говорит о том, чтобы он укреплял себя в благодати, он говорит о том, что для этого нам дано Слово Божие. И на то время у Тимофея был только Ветхий Завет. Нового Завета, как такового, как мы имеем сегодня, не было. Тогда у нас появляется очень простой вывод, что апостол Павел хотел, чтобы через наставление в Слове, через обличение, то есть познание своей испорченности, свое сердце, через исправление и через наставление в праведности Христовой, Тимофей мог укрепляться в благодати для того, чтобы делать добрые дела. Я надеюсь, что хоть в конце рабочего дня вы проследили за мной логическую цепочку вот этого простого наблюдения. Апостол Павел говорит Тимофею укрепляться в благодати, говорит, что инструментом, главным инструментом для укрепления в благодати ты должен изучать Божье Слово для того, чтобы оно в тебе производило четыре вещи и последнее наставление в праведности, которое поверит. И когда человек оправдан верою, тогда он действительно способен идти и верою продолжать или жить святой жизнью. Я хотел вот в это все время, июнь месяц, и вот сегодня как раз имел эту цель. Это было мое желание, чтобы показать нам всем, друзья, и помочь нам всем видеть, как о благодати много говорится на каждой странице, говорится на страницах Ветхого Завета, не только в Новом. О благодатном Боге мы узнаем в Ветхом Завете, буквально в каждой истории. И мы должны именно таким образом понять, что Бог дает для нас в этих текстах, и самое главное – это то, чтобы наши сердца, укрепившись благодатью, могли жить для Него, служить для Него, жить святой жизнью. Я хотел сегодня вас призвать в текст, который записан во Второй книге Царств, 24 глава. Пожалуйста, откройте этот текст. Он тоже помогает нам еще раз сегодня увидеть одну очень важную истину. Если все остальное вы вдруг не услышите, может быть, не успеете, может быть, не запомните, я хотел бы, чтобы вы запомнили одну эту фразу – «На страже нашего спасения стоит сам Бог». И когда мы читаем 24 главу книги, Второй книги Царств, мы можем увидеть Божий почерк, или почерк Божьей благодати в сердце одного из Его любимых детей – это Давид. Мы прочитаем всю главу. Я выбрал специально именно этот текст, потому что параллельный текст мы находим в книге «Паралипоминон», 21 глава. Но хоть мы и будем касаться того текста, я хотел сегодня, чтобы этот прозвучал для нас. Давайте мы прочитаем весь текст, чтобы вы могли вспомнить вообще историю, немножко контекст, понять, что происходит. И затем мы возьмем выводы отсюда, которые помогут нам сегодня укрепиться в нашей вере, укрепиться благодатью. Гнев Господен опять возгорелся на израильтян. И возбудил он в них Давида сказать «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иаву царю, «Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи Господина моего царя да увидят». Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальника превозмогло. И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они в Иордан и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, Киазеру. «И пришли в Галаат, и в землю Тахтим-Ходжи, и пришли в Дан-Яан, и обошли в Сидон. И пришли к укреплению Тира во все города Хевиан и Хананьян, и вышли на юг Иудеи и Версавию. И обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал я в список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а Иудеян 500 тысяч, итого 1,1 миллиона. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. «И сказал Давид Господу, чашка согрешил я, поступив так. Я ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Очень часто мы вообще в наших историях, в нашем понимании, мы заканчиваем здесь. Человек покаялся, слава Богу, жизнь продолжается. Но история не заканчивается намеренно здесь и продолжается очень удивительным образом, друзья. И вот здесь я хотел бы, чтобы вы просто попробовали сейчас, оставьте свои заботы в стороне и попробуйте. Вы знаете, это второй большой грех Давида, один из двух, самый большой, это даже больше, согласно тому, что Давид говорит. Но я хотел бы теперь, чтобы вы внимательно сами в своих Библиях посмотрели, как реагирует Бог, что делает Давид и каким образом Бог решает проблему, которая не решается только покаянием. Посмотрите внимательно. «Когда Давид встал на другой день утром, было слово Господа к гаду-пророку прозорливаться у Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». «И пришел гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет. Или, второе, чтобы ты три месяца бегал от неприятелей своих, и они преследовали тебя. Третье, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. «Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид гаду, тяжело мне, тяжело мне очень. Но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне. «И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа, от Дана до Версавии, семьдесят тысяч человек». «И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его». Опустошить. «Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу поражавшему народу, довольна, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господнем был тогда у Гумна, Орна и Вусянина. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день гад к Давиду и сказал, «Иди поставь жертвенник Господу на Гумне, Орне и Вусянина». И пошел Давид по слову гада, как повелел Господь, «И взглянул Орна и увидел царя и слуги, вошедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, «Зачем пришел Господин мой царь к работ своему?» И сказал Давид, «Купить у тебя гумна для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». Это ключевая очень важная фраза. «Для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет в жертву Господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесражения и повозки, и упряжь воловья на дрова». Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю, «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятые даром». «И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесражение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян». На страже нашего спасения, так называется моя проповедь, сама фраза очень четко выражает идею вообще всего благодатного спасения. Но я хотел бы на нее сегодня сейчас обратить внимание. Эта фраза, на страже нашего спасения стоит сам Бог, она принадлежит великому женевскому реформатору Жану Кальвину, которую вы можете найти в его знаменитом труде «Наставление в вере». Третий том, когда вы начинаете читать третий том, в этой первой главе он говорит о благах, которые Христос дарит нам, и Дух Святой делает нас способными принимать. Очень ценная глава, ее стоит перечитывать хотя бы раз в год, во время всей христианской жизни. Автор уделяет особенное внимание работе Духа Святого, который делает нас способным принимать благо, которое совершил для нас Христос. Но эта фраза очень часто воспринимается людьми как причина для того, чтобы расслабиться и позволить себе жить как угодно. И далеко не об этом говорит автор. Как раз наоборот. Это указывает на то, что Бог уникальным образом трудится над Своими детьми и стоит на страже спасения их души ежедневно. Это, друзья, огромная истина, которая подтверждается и в этой истории, что на страже нашего спасения стоит сам Бог. Но Он это делает уникальным образом. Я хотел бы вам сначала напомнить контекст, что происходит с Давидом. И для этого я хочу попросить вас, чтобы вы пошли со мной в первую книгу «Паралипоминон». В 21-й главе почти слово в слово рассказывается та же история. Но начиная с 18-й главы, если вы внимательно читаете вообще эту историю, мы видим, царь Давид утверждает свой престол, утверждается его престол, и победа за победой. Бог дарует ему победу за победой. Я только хотел бы прочитать вместе с вами несколько фраз из 18-й, 19-й, 20-й глав. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их. Второй стих. Он поразил также маовитян, и сделались маовитяне рабами Давида. Третий стих 18-й главы. «И поразил Давид Адраазара, царя Сувского в Ямафе». Четвертый стих. И взял Давид, у него там много разных всех драгоценностей. Пятый стих. «Сириане Дамаски пришли на помощь к Адраазару». И было там много. И написано в конце стиха «Давид поразил 22 тысячи сириан». Шестой стих. «Поставил Давид охранное войско в Сирии и Дамаске, и сделали сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил». Первое. «Помогал Господь Давиду». Господь помогал Давиду. Мы читаем дальше. Мы читаем, как эти цари друг с другом сговариваются и идут против Давида. Мы видим 12 стих. «И Авеса, сын Саруи, поразил Идумиан на долине Соляной». 18 тысяч. 14 стих. «И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему». Мы идем в 19 главу. Мы читаем, «Умер царь Наас Аманицкий». И мы читаем, что происходит. Давид посылает туда своих послов, чтобы выразить им, вернее, выразить свои поздравления новому царю. Помните, их там обрили, обесчестили, отправили обратно. Давид выходит войной. И получается, война на два фронта. Мы видим 14 стих, 19 главы. «И вступил Иаав и люди, которые были у него в сражении с сирианами, и они побежали от него». А аммонитяне, на другой стороне, увидев, что сириане бегут, сами побежали от овесы. И мы видим опять победа, удивительная победа. Тысячи людей, тысячи врагов поражены. 18 стих написано. «И сириане побежали от Израиля, и истребил Давид у сириан 7 тысяч колесниц, и 40 тысяч пеших, и совака военачальника умертвил». В 20 главе мы видим то же самое. 5 стих. «И опять была война с филистимлянами, тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия». Было еще сражение в Геффе, 6 стих. И мы читаем «Победа за победой». Победа за победой. Очень интересно. Почитайте со мной первый стих 21 главы в книге Паралипоменон. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». В 24 главе мы читаем «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать «Пойди исчисли Израиля». Здесь написано «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Очень сложный вообще текст. И на первый взгляд кажется противоречие. Кто же все-таки побудил Давида сделать грех, о котором мы сегодня должны поговорить. В царствах написано, что это Господь возбудил Давида сделать это, но в этом проявился его гнев. В этой главе, 21 главе Паралипоменон написано «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Кто же это все делает? Самое лучшее объяснение это то, что Господь, в данном случае мы должны понимать другие тексты Писания, говорят нам о том, что Бог никогда не является автором греха. Но все, что Ему стоит сделать, просто отнять немножко руку. Почему я с вами читал предыдущие тексты и обратил ваше внимание на то, что Господь помогал Давиду? Эта фраза не случайна. Господь помогал Давиду. Но когда Господь не помогает Давиду, Давид, естественно, скатывается там, туда, куда скатывается сердце каждого человека. И это первое, что мы должны увидеть во всем этом тексте, это губительная склонность человеческого сердца. Губительная склонность человеческого сердца, когда Бог просто-напросто отнимает руку, Ему не нужно заставлять даже нас делать грех. Мы сами по себе, без Его помощи, все, что можем делать, это только делать грех. И этот текст не случайно показывает нам, что Господь просто отнял руку и позволил сатане, позволил сатане сделать то, что он всегда хочет сделать. Обольстить Давида. Обольстить верующего человека. Обмануть его. И обман, на самом деле, когда мы читаем, Давид, когда просит прощения, он говорит, Господи, я тяжко согрешил. Когда он согрешил с Версавией, он говорит, я согрешил, Господи. Но здесь он говорит, я тяжко согрешил. И если бы мы спросили у Давида, какой тяжелее грех, то этот второй, похоже, был, ну, согласно терминологии Давида, этот был гораздо глубже и опаснее. Я думаю, что, друзья, это не случайно, чтобы мы увидели сегодня, склонность сердца человеческого всегда склоняется вот к чему или она заключается вот в чем. У Давида, который переживает победа за победой, вдруг наступает момент, когда он не ищет помощи у Бога, когда он не хочет, возможно, сознательно быть зависимым от Него. И, естественно, в силу того, кем он есть, ведь он же царь, армия большая, за спиной столько победы позади. Есть опыт, есть военное знание, он в окружении очень сильных людей. Кстати, еще одна очень интересная историческая справка. Когда мы смотрим предыдущую главу в книге царств, там не идет описание многих побед, там упоминается только буквально одна или две, но предыдущий текст 23 главы говорит о том, что у Давида было очень много сильных хлопцев рядом с ним. Его окружали наилучшие генералы, которые были на Ближнем Востоке, наилучшие военные люди. Их было 37. Я думаю, что автор одного и другого текста, это не один и тот же автор, но имеет одну и ту же идею. В первом случае его окружали много генералов, и у него было, конечно же, это означает, что у него была сильная армия. Во втором тексте, в Парель-Поменон, там речь идет о том, что он посылает, вернее, после многих побед, он внутри решает, у него появляется идея, идея сосчитать весь народ израильский. Но давайте мы остановимся немножко. Ничего плохого в том, чтобы сосчитать народ, нет в самом по себе. Это делал Моисей раньше, это происходило при Иисусе Навине, это нормально здравый смысл подсказывает. Если у вас есть какая-то община или есть какая-то армия, нужно знать, сколько кого и чего. Это нормально. Оказывается, автор как раз хочет это, чтобы мы увидели, губительная склонность сердца гораздо ниже. За внешними успехами может скрываться очень глубокая, неисправимая склонность сердечного всего мира. души человека. Его склонность к самоупованию. Мы можем, в принципе, сделать очень простой вывод. Несколько здесь моментов. Мы можем увидеть, здесь тщеславие Давида. У меня есть армия, у меня есть народ, у меня есть больше миллиона армий, у меня колесниц, тысячи, другими словами, танков у меня тысячи, у меня армия, у меня люди, у меня генералы, у меня есть. И хоть сам текст не утверждает именно таким образом, но мы видим, что здесь отсутствует фраза, что ему помогал Господь. Когда-то приходит момент, когда Давид вдруг ощущает себя сильным, и у него появляется после тщеславия, которое является бунтом или гордостью, правильно? Гордость – это бунт, это почва, где растет все остальные, растут все грехи. Вот в этой гордости появляется самонадеянность, появляется самоупование. Естественно, его фокус смещается с Бога на людей, и в этом была проблема. Проблема была в его глубокой мотивации. Смотрите, друзья, для нас очень важный урок уже. Не все то, что кажется правильным, что делают другие, и что делаю я, и что делаете вы, на самом деле являются угождением Богу. Люди могут об этом много говорить, но внутри Бог знает нашу проблему. У Давида могло показаться, я же по сердцу Божьему, Бог уже меня просил. Это, кстати, было уже давно после Вирсавии. Бог дает ему уверенность, Бог дает ему силу, он живет победной жизнью, утверждается его престол, все идет хорошо. Все идет хорошо. И Богу стоит только немножко отнять свою руку. Другими словами, ничего не делать с Давидом. И это самое опасное, друзья. И это уже помогает нам увидеть, что на страже нашего спасения мы не можем стоять сами, потому что когда я хочу убежать от греха, у него ноги быстрее. когда я хочу слышать о благодати, то у греха часто бывает намного сильнее голос. Когда я хочу что-то как-то побороть, то, что во мне происходит, и смотрите, в этом красота благодати, она показывает нам не просто потому, что вот долбить, вот ты грешник, 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 благодать просто вскрывает внутренние все наши процессы и показывает нам губительную склонность нашего сердца. Само по себе оно никогда не выберет Бога. Само по себе оно никогда не будет служить Ему. Само по себе оно никогда не будет любить Его. Само по себе оно всегда будет сворачиваться, как колобок с узкой дороги. Кстати, говоря об узком пути, об узких вратах, я буквально недавно думал об этом. Почему Христос использует узкий путь, вообще концепт узкого пути вместо того, чтобы идти широким? Многие, мы часто думаем, что это в метрах измеряется. Ну, какое-то у нас такое представление метры или там мили. Вот мир идет весь широкой дорогой. Нет. Знаете, что такое узкий широкий путь? Узкий путь это только там, где помещается Христос или благодать Его. Широкий путь это где и Христос вроде бы, и благодать Его, и немножко я могу. И когда вы начинаете читать Писание и видеть, что Господь делает, Он показывает Давиду, смотри, Давид, без меня ты не дойдешь. Кстати, на этом заканчивается книга Царств и в принципе жизнь Давида. Буквально одна глава в следующей книге и все. Это было в конце его жизни, когда Лютер говорил, даже перед лицом смерти мы нищие. И если не Господь, то никогда никто из нас не сможет добраться своими силами. Но смотрите, что очень важно для нас здесь увидеть. Мы видим это грех, Иав говорит ему, слушай, Бог твой, Он умножит, Он может сто крат больше сделать этих людей, разве в этом надежда? Иав понимает, даже для Иава было ясно, у Давида не совсем чистое побуждение. Кстати, это еще один урок. Очень важно иметь таких друзей в жизни, которые помогут тебе поглубже посмотреть в твою душу и в твое сердце. Люди, которые могут в любви тебе подсказать, смотри, там на глубине души может быть опасная, опасная вещь. Мы от нее не можем никуда деться, мы видим Господь гневаться, сейчас я об этом хотел бы тоже поговорить, но первое, что мы видим здесь губительная склонность сердца. она заключается в тщеславии, высокомерии, самолюбовании, самонадеянности, в слепоте. Мы читаем здесь, Иов говорит, да даст, а очек Господина моего да увидит. Больше всего в контексте речь идет, он говорит, пусть Бог тебе откроет глаза, не в людях, не в армии, не в том, как ты успешен внешне, пусть Бог тебе откроет глаза. Но мы ведь читаем упорствую, видите, что грех же, он нас слепляет, это склонность нашей души, и она всегда губительная. Кто-то из вас, наверное, скажет, да, сколько можно слышать нам о том, что мы уже такие губительные? Я думаю, друзья, что мы недостаточно слышим об этом. И поэтому мы недостаточно желаем благодати, и поэтому мы недостаточно живем ею. А обновление жизни, обновление души, оно не происходит иначе, как через научение. И этот текст, он учит нас, он учит нас тому, что далеко, далеко, в глубине души, на дне души лежит вот эта склонность река, которая тащит душу в совершенно другие места. Когда-то Лютер, тоже он об этом говорил, использовал такую фразу на латыни, она очень известна в разных учебниках по богословию, вы можете встретить эту фразу, я не знаю латынь слишком, но она достаточно, она достаточно важна, чтобы, может быть, даже ее и сказать сегодня. Фраза, которая была использована Августином, затем Лютером, подчеркивает испорченность природы человека, означает человек вогнутый в себя, он просто согнутый внутрь, он не может иначе. И это проблема, которую мы встречаем здесь, это научение этого текста. И это научение, друзья, какую оно имеет перед собой цель? То же самое, что говорил Павел Тимофею, все Писание богозухновенно, и оно полезно, благодать наставлять в благодати, это после того, когда оно тебя научит, когда оно откроет, когда обратит твое внимание на определенную реалию твоей жизни, затем, когда оно обличит тебя. И смотрите здесь, какая вещь, Давид никого еще не убивает, он никого еще, он не делает ничего плохого, он посылает своих же людей и говорит, сделайте, сосчитайте Израиль, но то, что происходит внутри, написано, и было это неугодно Господу, было это неугодно предотчами Господа. Он упорствовал в тщеславии своем, он был слеп, и мы читаем позже, какое было поражение. Бог серьезно относится ко греху, он не идет на компромисс, и это вторая очень важная здесь вещь, или истина, которую мы должны увидеть, неизменная святость Бога. Неизменная святость Бога. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, я вот читаю этот текст, думаю, Господи, а что ты 10 минут раньше это не сделал? Я задаю вопрос, Господи, почему раньше это ты не сделал? Давиду нужно было это, друзья, он должен был увидеть, что он может без Бога на самом деле. Давид должен был увидеть, что он может делать без Бога. Он может делать только то, что не угодно Богу. И это еще раз нам подчеркивает, что смотрите, мы никогда не сможем своими силами каким-либо образом угождать Богу до тех пор, пока Он что-то не сделает с нами. Но нам нужно соприкоснуться не только с тем, что происходит у нас в душе, нам еще нужно увидеть еще одну проблему, это неизменная святость Бога. Бог не меняется, Бог не идет на компромисс, у него нет просто любимчиков, он не идет на компромисс только лишь потому, что уже давно покаялся Давид и все нормально теперь. У Бога серьезная претензия, Бог посылает своего пророка, имя которому гад, и Он говорит ему, смотри, Давид, сердце твое уже сокрушается, он должен понять, грех будет иметь последствия, у тебя три, чтобы выбрать одно, голод, преследование от врагов, голод семь лет, преследование от врагов, или три дня язва, моровая язва. Давид понимает, что он согрешил, он понимает, что сердце его вздрогнуло, то есть оно сокрушилось внутри, он понял, что то, что он делал глубоко внутри, хоть внешне это было окей, глубоко внутри это было не так, друзья, я хотел, чтобы мы еще раз это слышали сегодня, увидели, потому что когда мы не переживаем эту благодать внутри, мы не сможем ею жить, она будет для нас звучать слишком легко. Неизменная благодать Божия выражается в том, Бог говорит Давиду, выбирай. Давид выбирает три дня Божьего наказания и послал, 15 стих, и послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. Было покаяние, но народ в целом платит. Было покаяние, и у Давида вздрогнуло сердце, он сокрушился, он слышит, его сердце воспринимает то, что происходит, и я хотел бы ваше внимание сейчас обратить на то, что Бог показывает здесь, Он показывает здесь свою святость, которая знает все движения души, Он не идет на компромисс, Он не делает каких-либо уступок, и Он показывает, грех должен быть наказан. Кстати, говоря о святости, мы узнаем, друзья, из всего Писания, что святость не относится только к нравственным качествам Бога, святость – это совершенная совокупность всех совершенных качеств вместе, об этом мы уже слышали, я делаю просто напомнить об этом, здесь проявляется не только нравственное качество совершенства Бога в отношении греха, его справедливость, но здесь очень много, когда вы выходите за пределы 24 главы, вы понимаете, что даже тогда, когда написано, что Господь опять, гнев его возгорелся на Давида или на Израиль, когда Господь свою руку отнимает и допускает сатане делать это искушение для Давида, и когда Давид в этом всем, друзья, мы не знаем тайн Божьих, мы не знаем точно, как оно все работает, но мы видим, он на троне, он всем контролирует, и на страже нашего спасения может быть только он. Он показывает глубину нашей испорченности, он показывает высоту своей святости, и мы видим из истории, он наказывает, и вот здесь я хотел бы сделать очень важную транзицию, милуя, он наказывает, и наказывает милуя, мы видим, что он наказывает, но это же очень мало, мы думаем, Давид даже говорит, Господи, один только согрешил, а ты наказываешь всех, накажи меня, и он говорит, в другом тексте, он говорит, накажи меня и дом отца моего, то есть, весь род Давида накажи, но не наказывай израильский народ, здесь сердце настоящего покаяния, когда человек кается, он не обвиняет других, он берет все на себя, это печаль ради Бога, о котором говорится в послании Коринфянам, печаль ради Бога ставит Бога в центре, и эта печаль готова брать все на себя, это удивительный пример здесь покаяния, но смотрите, что Бог, наказывая, Он милует, и мы здесь видим, это показано в следующем, это живительная сила благодати, в этом тексте мы находим еще одну очень важную составляющую всего Божьего суверенного спасения, живительная сила благодати, и простер ангел руку свою на Иерусалим, то есть то, что происходит в 15 стихе возможно показывает, что произойдет или что уже происходит и результат всего произошедшего, то есть 70 тысяч человек и теперь ангел приходит, подходит близко к Иерусалиму, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии, наказывает и останавливает, Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу поражавшему народ довольна, и он останавливает, ангел Господень больше всего, ангел Господень в данном случае это Христофания, то есть явление Христа, это существование Христа до того, когда Он воплотился, был во плоти, здесь мы видим ангел Господень совершает это мщение и теперь Бог говорит ангелу Господню довольна, до этого места дальше нельзя опусти руку твою и смотрите, что происходит, ангел же Господень был тогда угумно орный и Евусянина. Мы здесь нигде не находим, почему это упоминается здесь, но если вы внимательно читаете книгу Паралипоменон и знаете, где был построен храм, он был построен где? На горе Мария. Но в данном тексте этот текст говорит нам о том, что именно этот человек имел вот это место, где просеивал или провеял пшеницу и так далее. Это был его бизнес, у него была огромная вот эта целая гора. И это была гора Мария. Давид покупает эту гору для того, чтобы позже в Паралипоменон мы видим, он говорит, вот дом Господен. Скиния тогда находилась еще в Гаваоне, жертвенник находился тоже там. И смотрите, что говорит Ангел, вернее, сказал Давид Господу, когда увидел Ангела, поражавшего народ, говоря, вот я согрешил, я поступил беззаконно. Мы читаем в другом тексте, что все старейшины, которые были с ним тоже, пали на свои лица. И написано, пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орна и Иосянина. Это то место, где позже Соломон будет строить храм. Это то место, где Господь встречается с человеком. Это то место, где Господь будет решать проблему греха. Очень интересно, как эта вся история заканчивается именно этим упоминанием. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя, мы читаем эту всю историю, и написано в 25 стих, «И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес сожжение и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страной и прекратилось поражение израильтян». Мы видим здесь живительная сила благодати проявляется в том, что, во-первых, у Давида происходит вот это, о чем мы читали, вздрогнуло сердце, происходит сокрушение. Мы видим, друзья, что и это, друзья, происходит именно благодаря благодати. Благодать предшествует покаянию. Благодать предшествует покаянию. Сердце Давида вздрогнуло, потому что Бог там трудился уже над ним. Бог обратно своим перстом касается его души, потому что любое осознание своей греховности, друзья, никогда не может прийти нашим логическим каким-то, нашими размышлениями. Наше понимание нашей проблемы внутри происходит только тогда, когда Господь касается нашей души. Благодать предшествует покаянию. И мы видим, друзья, как покаяние предшествует прощению. И опять-таки, это делает благодать. Когда мы видим, что Господь умилостил себя, другой текст, 21 глава, написано о том, что когда уже ангел остановился, и он остановился как раз на этом месте, где будет жертвенник, он там остановился, это было место, где будет построен храм. Мы читаем, что Господь простил Давида. Покаяние было раньше, но осознание прощения пришло там, у жертвенника, когда Давид должен был еще раз увидеть, за меня должен был кто-то умереть. Живительное действие благодати проявляется не только в том, что благодать предшествует покаянию, покаяние предшествует прощению, прощение, друзья, предшествует послушанию. Вот человек послушен Богу не из чувства вины. Вы помните всю эту историю, когда Давид хотел построить храм, потом ему Бог сказал, нет, ты не будешь строить. мы видим, там послушание было, и теперь Давид послушен Богу не из чувства страха, он послушен Богу, потому что он видит, Бог является Богом моего прощения, Бог является Богом моего спасения. И что мы читаем в книге Паралипоменон, 22 глава, если вы внимательно просто читаете, первый стих, и сказал Давид вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжения Израиля и приказал Давид собрать пришельцев находящихся в земле и затем он начинает сбор для храма. Это в этом было его служение. Это то же самое, когда, помните, я в прошлом седу об этом проповедовал, я хотел бы еще раз напомнить, когда Илья ни с того ни с сего бежит перед Ахавом, царем израильским, помните, изо всех сил было и написано и рука Господня была на нем. Это было, знаете, после того, когда он сидел в депрессии, когда Бог поднял его, когда Бог кормил его, когда Бог показывал ему, смотри, я могу тебе дать там хлеб, где ты даже и не думал, могу кормить тебя, могу все дать тебе, дам тебе силу, и когда он уничтожает 850 пророков Вааловых, будучи обессиленным, это же какой стресс, какое давление, все, что было, заканчивается вся эта история, тогда написано Илья, была рука Господня на нем и он бежал перед колесницей, царской колесницей, которая имела как минимум 4 лошади. Он бежал впереди. Это живительная сила благодати, которая дает силу и физическую, дает силу духовную, дает силу эмоциональную, дает для Давида в своей жизни, даже в старом возрасте, в пожилом возрасте сделать то, то, что Бог предназначил для него. Благодать является сутью, смыслом, источником всей жизни. Она дает жизнь, она обновляет жизнь, она пробуждает жизнь, она побуждает нас к тому, чтобы мы могли жить для него. вот этот момент, друзья, когда Давид переживает, вот стоит он у жертвенника, представьте, 70 тысяч людей погибло, он вспоминает тот момент, когда эта мысль пришла ему, как он не был на страже своей души, он должен был понять, на страже моей души, на страже моего спасения, всей моей жизни, может быть только Господь, Который знает все движения моей души, Который неизменно свят, и этот Господь, Который один может оживить во мне и дать новую силу для жизни, для служения, для того, чтобы быть инструментом в его руках. И когда он говорит, накажи меня и род мой, и это не должно случайно просто уйти от нашего внимания, ведь позже это будет сын Давидов, позже это будет сын Давидов и из рода Давидова, который будет той жертвой, возьмет на себя все грехи всего мира на себя. Я, когда думал об этом, я вспомнил то, о чем в воскресенье как-то в воскресенье меня коснулось глубоко. Когда Женя здесь молился, он прочитал текст, он молился об этом, он несколько раз повторил эту фразу, Бог на троне, Бог на троне. И потом хористы пели гимн, который говорил о том, спасибо всем вам, хористы, Павел Васильевич, но этот гимн говорил о том, что мы в его руках. Я себе представил те моменты, когда мои дети еще были маленькие, ты только где-то присел, особенно моя дочурка, она всегда любила усесться мне на колени, она не хотела рядом сидеть, она ходила только у меня на коленях сидеть. Она сдвинет всех, но чтобы сесть на колени. Я помню эти моменты, когда ты только присел, и детвора сидят у тебя на шее, им хочется сидеть на отце с отцом на руках. И вот когда мы говорим, что Бог на троне, друзья, смотрите, жертвенник, который остановил ангела губителя, жертвенник, на котором произошла смерть, осуждение, проклятие и наказание, этот жертвенник является напоминанием того, что теперь обновленный, как дитя Божие, ты находишься на руках, на руках у Царя Вселенной. Как это хорошо, как это приятно осознавать на руках у Царя Вселенной. Это касается каждого верующего, друзья. И это я хотел вам сегодня напомнить. На страже нашего спасения стоит Сам Господь. Нет ни одной опасности, какая бы глубокая и скрытая она бы ни была в нашей жизни, нет ни одной опасности, которая могла бы быть выше Господа. Но Он хочет, чтобы мы были на страже своей души. Я думаю, это точно так же важно для нас сегодня услышать. Когда мы читаем пророка Аввакума, помните, он говорит, когда он видел народ в бедствии, Господь не отвечает, его душа в смятении, он написано, и пробудился, он ночью говорит, и встал я на стражу. И помните затем фразу он говорит? Он говорит, и встал я на стражу, чтобы слышать, что Он скажет во мне. И позже, сразу после того, во второй главе, шестой стих, там эти драгоценнейшие слова «Праведный верою жив будет». «Праведный верою жив будет» – это те слова, которые может не только сказать Господь, но Он может принести их глубоко в сердце, чтобы человек успокоился. все Писание богодухновенно полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности, которую дает Господь. И только тогда, когда человек оправдан, когда он принят, когда он прощен, когда он в объятиях и на руках у Царя Вселенной, тогда он может делать не просто добрые дела, а дела, которые не может сделать никто без нашего Господа. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя, что на страже нашего спасения стоишь Ты. Мы благодарим Тебя, что даже через этот текст Ты показываешь нам, что даже лучший из лучших, как Давид, согрешал, того даже не зная, того не ведая. Но Ты благ, и сила Твоей благодати настолько оживительна, мы хотим прославить Тебя, Господь. Я прошу о том, чтобы Дух Твой Святой обновил наши жизни, обновил наши сердца, пробудил наши сердца, чтобы мы радовались Твоей благодати и могли быть способными делать те дела и только те дела, которые угодны пред Тобою. Аминь. Твоей благодати Твоей благодати Твоей благодати